Привет, друзья! Кристина Арбакайте – певица, театральная и киноактриса. На своём примере она доказывает ошибочность пресловутого рассуждения о детях-гениев, на которых якобы природа отдыхает. Она стала не менее популярной, чем её звёздная мама, хотя могла спокойно прожить, пожиная плоды её трудов. Биография Кристины полна ярких моментов, причём не всегда приятных. В её карьере были и взлёты, и падения. Личная жизнь преподносила ей много подарков, ну и много разочарования. Вокруг неё всегда много споров, слухов и домыслов, многие из которых она вообще не замечает, не комментирует, и это её право. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Кристина Арбакайте, какой недвижимостью она владеет и сколько зарабатывает она и её сыновья. Кристина Арбакайте родилась в Москве 25 мая, 1971 года. В семье циркового артиста Миколаса Арбакаса и тогда ещё начинающей певицы Аллы Борисовны Пугачёвой. После рождения дочери Алла Борисовна отдала все свои силы на развитие музыкальной карьеры. Воспитанием Кристины занимались родители Арбакаса и Пугачёвой. Вплоть до поступления в школу Кристина жила в Литве. С подачей своих бабушек девочка с малых лет владела английским и литовским языками, умела играть на фортепиано и начала заниматься балетом. Когда девочке исполнилось два года, Пугачёва и Арбакас развелись. Спустя два года Примадонна увезла Кристину в Москву, где девочка жила с бабушкой. Первый раз Кристина вышла на сцену в семилетнем возрасте. В программе «Весёлые нотки» на советском телевидении девочка исполнила песню «Солнышко смеётся». Весёлая песенка попала на пластинку. Кристина тогда часто выступала на одной сцене с мамой. В 1983 году Арбакайте спела с Пугачёвой песню «А знаешь, всё ещё будет». Однако премьера фильма «Чучело» в 1984 году, в котором девочка сыграла роль подростка-изгоя Лены Бессольцевой, дала понять, что Кристина не собирается греться в лучах славы матери. В списке театральных работ Арбакайте числятся роли Елизаветы Берестовой в постановке «Барышня-крестьянка» Фрины в спектакле «Даная». Широкому зрителю певица также известна по роли в трёх частях фильма «Любовь, морковь», где Кристина вместе с актёром Гошей Куценко сыграла супружескую пару. Звезда с самого детства росла под пристальным вниманием прессы и поклонников. Поэтому свои отношения с мужчинами и не пыталась скрывать, как это делают многие звёзды. В 1986 году в жизни Арбакайте появляется Владимир Пресняков-младший. Кристине тогда было 15 лет, а Владимиру – 18. Между ними быстро возникла симпатия. И когда Арбакайте исполнилось 16 лет, она съехала от матери и стала жить с Пресняковым. Брак звёзды так и не зарегистрировали, предпочтя штампу в паспорте совместное проживание. 21 мая 1991 года у пары родился сын Никита. Тогда Примадонна, став бабушкой, настаивала, чтобы Кристина и Владимир назвали сына необычным и модным именем и предложила имя Рэй. Пресняков-младший проявил стойкость и не поддался на давление тёщи. В 1997 году пара объявила о разрыве. Расстались супруги из-за разных взглядов на жизнь. По словам Кристины, Владимир надеялся, что после рождения ребёнка она станет обычной домохозяйкой. Однако певица мечтала об успешной карьере. После разрыва отношений с Владимиром Пресняковым певица знакомится с бизнесменом Русланом Байсаровым. Отношения пары развивались стремительно, а чувства оказались настолько сильными, что Байсаров ради Арбакайте оставил семью. Модель Татьяну Ковтунову и дочь. Кристина ради любимого тоже отважилась на громкие поступки. Вместе с Русланом она отправилась в московскую мечеть, где для влюблённых был совершён обряд никах – бракосочетание по традициям мусульманской веры. На самом деле официально супруги зарегистрированы не были. Спустя год совместного проживания у пары родился сын Дэнни. После рождения сына Кристина и Руслан были счастливы ещё пять лет, пока артистка не узнала, что у её супруга был роман на стороне. Звезда забрала сына и уехала к матери. Однако развод нельзя было назвать тихим и мирным. После развода между бывшими супругами началась настоящая война. Руслан и Кристина не могли договориться о том, с кем будет жить сын Дэнни. Лишь в 2009 году в этом громком деле была поставлена точка, а Кристине и Руслану удалось договориться о совместной опеке над ребёнком. Третий муж Кристины Арбакайте – Михаил Земцов. Будущие супруги познакомились в 2004 году в разгар судебных разбирательств Кристины с Байсаровым. Арбакайте пригласили на день рождения Земцова её друзья. Певица призналась, что сразу обратила на Михаила внимание. Сразу же возникла и взаимная симпатия. Этот брак стал для Кристины первым официальным. В 2005 году супруги расписались в мэрии Майами. Певица не раз отмечала, что Михаил Земцов именно тот мужчина, с которым она наконец обрела счастье. А в 2012 году это семейное счастье было ознаменовано рождением дочери, которую назвали Клавдией, в честь знаменитой советской певицы Клавдии Шульженко. Среди артистов сейчас очень модно иметь недвижимость в Майами. Кристина Арбакайте не стала исключением. У их семьи там великолепная квартира, выходящая окнами на Атлантический океан. На территории комплекса находятся спа-зона, магазины, корт для игры в теннис, рестораны. В свободное время супруги любят проводить, катаясь на яхте. Стоимость их жилья составляет больше 4 миллионов долларов. В Истринском районе, в деревне Малые Бережки, у семьи есть загородный дом. Его площадь тысячи квадратных метров. Территория под наблюдением многочисленных камер. А от любопытных глаз обитатели особняка защищают деревья и кустарники, плотно высаженные вокруг дома. Принадлежит жилье Алле Пугачевой, но она там практически не бывает, поэтому его используют для отдыха члены семьи Кристины Арбакайте. На улице 1 Тверской Емской, в Москве, возле станции метро Маяковская, находится квартира, которой певица пользуется во время гастролей. Первоначально здесь жила Алла Пугачева, но после переезда в деревню Грязь она подарила ее дочери. В самом доме, где находятся эти апартаменты, нет в продаже недвижимости. Но в рядом стоящих домах квартиры стоят от 17 до 60 миллионов рублей и даже выше. Также у певицы есть недвижимость в центре Москвы. Это квартира, которую она купила своей дочери Клавдии. Пока девочка не стала взрослой, ею пользуется сама Кристина. Уровень доходов Кристины Арбакайте и ее супруга Михаила Земцова очень отличается. Кристина является довольно популярной и востребованной певицей в России, а Михаил Земцов, хоть и занимается предпринимательством в США, где прожил всю жизнь, пока что не может назвать себя олигархом. Гонорар Кристины Арбакайте за одно выступление составляет 50 тысяч евро. Цена не включает в себя бытовые и технические расходы и может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от формата мероприятия, гастрольного графика артистки, места проведения и в каждом случае оговаривается индивидуально. Никита Пресняков – старший сын Кристины. Когда вырос, стал заниматься музыкой. Только вот стиль, выбранный музыкантом, далеко не массовый. На любителя. Пресняков не отчаивается и продолжает заниматься любимым делом. Но, как выяснилось, у него есть и другая профессия. Та, которая обеспечивает ему безбедное существование. «Я монтажёр», – рассказал Никита подписчикам своего блога. «С другом мы создали видеопродакшн-компанию, снимаем клипы и рекламы. Монтирую я чаще, чем снимаю. Музыка мне пока особо заработка не приносит. Также хожу на кастинги к фильмам. Дай бог что-нибудь получится». Также Никита Пресняков признался, что пока зарабатывает до 300 тысяч рублей в месяц с отцом своей жены, Романом Красновым. Сын Арбакайте увидел интересные уличные тренажёры в Америке и понял, что в России такого нет. Он озвучил свою идею Роману Краснову, а тот его поддержал. Пресняков заметил, что россиянам не хватает такого оборудования и назвал совместное с тестем предприятие «годным делом». Младшему сыну Кристины Арбакайте, Дэнни Байсарову, этой весной исполнилось 23 года. Молодой человек отучился в престижном британском ВУЗе и уже даже стал зарабатывать свои первые деньги. После возвращения в Москву он решил открыть собственный бизнес – консалтинг-агентство по организации массовых мероприятий. Стоимость своих услуг Дэнни не скрывает. Затраты клиентов напрямую зависят от запроса. Например, нужно будет рассчитать расходы на аренду студии или помещения, оборудование и реквизита. А вот ставка за консультацию у Байсарова фиксированная. Беру 4-5 тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная, но надо с чего-то начинать. Делится сын Арбакайте. Друзья, давайте пожелаем человеку невероятного таланта покорять публику великолепным тембром голоса и потрясающим артистизмом. Наполнять этот мир чудесными мелодиями и песнями, с каждым днём открывать новую дверцу к успеху творчества. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok